Переоценка кредитных ценностей должна произойти в головах банкиров. Такую мысль им сегодня пытался донести Вениамин Кондратьев. Встречу с руководителями банков глава региона начинает с расстановки акцентов. Необходимо увеличивать кредитование реального сектора экономики и уходить от поддержки только торговой отрасли, так называемой экономики формата купи-продай. Для края стратегически важно обеспечить доступность кредитных ресурсов реальному сектору экономики, особенно предприятиям малого и среднего бизнеса. Нам крайне важно наращивать участие банков в инвестиционном процессе. В приоритете развития промышленного производства, инновационных технологий, агропромышленного комплекса, курортной отрасли, пока же у нас есть серьезный перекос в сторону торговли, безусловно. На эту отрасль экономики приходится около 45% кредитов, потому что быстрые деньги, оборачиваемость, это может быть хорошее дело, но важно, чтобы промышленное производство, переработка, сельское хозяйство, они все-таки не оказываются где-то позади. Пока же у промышленного сектора радоваться много не получается. К примеру, на долю предприятий сельского хозяйства приходится всего 4,3% выданных средств. На строительную отрасль и того меньше 3,3%. Лучше всего из нелюбимых банками сфер чувствует себя предприятие обрабатывающей промышленности, почти 14% выданных кредитов. Однако желание банкиров заработать на быстрых деньгах, кредитуя торговый сектор, идет вразрез с желанием краевых властей развивать диверсифицированную экономику региона. У нас есть точки роста, есть экономики и отрасли, которые в этих условиях развиваются очень динамично. Мы сегодня говорили про сельское хозяйство, курорты, санаторий, курортный комплекс, импортозамещение. Мы этим должны воспользоваться. В эти точки вы и должны заходить. Но при нынешних процентных ставках многие предприниматели сами отказываются от заемных денег, констатирует Вениамин Кондратьев. Просроченные задолженности малого и среднего бизнеса, на который делается ставка в экономике региона, растут быстрее остальных. Поэтому здесь необходимо взаимодействие и понимание между банками, властью и бизнесом. Тем более объемы господдержки в крае будут наращивать, обещает министр финансов в главе региона. Уже в три раза увеличили субсидирование процентных ставок для малого бизнеса. Эти финансовые потоки направят и на региональные банки, которые пытаются бороться с федеральными конкурентами. Да, мы небольшой банк, относительно особенно тех монстров, которые меня сейчас окружают. Мы отлучены от дешевых денег и не имеем возможности. Мы отлучены от долгосрочного фондирования. Отдельно Вениамин Кондратьев обращается к представителям Сбербанка. В администрацию края часто приходят жалобы на то, что в населенных пунктах закрываются отделения банка, что особенно неудобно для станиц и поселков. Сокращение ваших филиалов в муниципальных образованиях, оно чем обусловлено? В Сбербанке всегда была перегрета филиальная сеть, достаточно перегрета. Она была удобная для населения. Сокращение филиальной сети. Здесь мы достаточно осторожны. И я, со своей стороны, тоже советуюсь и с администрацией, и обсуждаю эти вопросы с администрациями городов и населенных пунктов. Я прошу вас максимально быть социально адаптированным все-таки к жизни реальных людей. Вот реальные люди – это сегодня, наверное, основное, ради чего мы с вами все вместе в этом зале и работаем. На совещании не обошли стороной и вопрос ипотечного кредитования. Его объемы снизились больше, чем на четверть по сравнению с прошлым годом. Однако именно ипотека остается для многих единственной возможностью купить жилье. После очередного понижения Центробанком ключевой ставки выплаты по ипотечным займам тоже должны снизиться, предположили банкиры. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.